Диана Станкевич Что подарили имениннику горожане? Открытие подстанции скорой помощи еще больше улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи. Кто поздравил первым? Он у нас самый лучший, хоть и маленький. Только у нас большой репортаж из эпицентра праздника. Не минуты покоя, виртуальный перформанс и онлайн-спектакль. Хочется подарить ему все самое лучшее, что у нас есть. Чем удивила музыкальная программа? Еще новости. 45 213 выздоровевших. Последние данные Минздрава по заболевшим ковид с Беларуси и Тунис переносится. Насколько страна отложила въезд на курорты? А также зарядка последнего поколения, образование будущего и игра на понижение. Синоптики разочаровали прогнозом, насколько и когда похолодает. Вечно молодой Бобруйск сегодня справляет день рождения. Городу на Березине исполнилось 633. Новые колокола, открытие подстанции скорой помощи и праздничная церемония на площади Победы. Этот день горожане будут помнить еще долго. Мария Бушкевич узнала, что подарили имениннику. Колокольня церкви Иверской иконы Божьей Матери пополнилась двумя новыми колоколами. Их вес 110 и 139 килограмм, отлитый из специальной меди в Ярославле. В освящении участвовали епископ Бобруйский-Быховский Серафим и председатель горисполкома Александр Студнев. Молитва, окропление святой водой, тяжеловесы заняли свое место под куполом храма. Перезвон разнесся на все окрестности и, как символ победы над врагами, возвестило праздники. Получили от наших друзей из Минска вот эти два колокола, которые будут подняты сейчас на колокольню. Будут звучать, славить Бога, приглашать к богослужению. Пусть эти колокола будут действительно призывом к радости, к любви, к благословению Бога. Возложения цветов прошли на площади Победы и у памятника Георгию Победоносцу. Возле танка Бахарова вереница горожан. Отдать дань памяти пришли представители исполнительной власти, депутатский корпус, трудовые коллективы, молодежь и общественность. Дорогие наши горожане, живите спокойно, живите под этим мирным небом, радуйтесь, улыбайтесь и будьте уверены, что мы сохраним вместе с вами наш город, мы сохраним мир в нашем городе. И мы сохраним хорошее настроение с праздником, дорогие бобручане. У каждого в руках букет красных цветов, символ благодарности соотечественникам за освобожденный город. Десятки венков, охапки роз и гвоздик, рядом пятиконечная звезда из живых растений. Военные отдали честь, гражданские поклонились тем, кто сражался за мирное небо. Хочется сказать слова благодарности ветеранам и не случайно день города, мы отмечаем день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. То наследие, которое мы сегодня имеем, красивый, замечательный, добрый, уютный, действительно город для жизни. Поэтому от души поздравляю всех с праздником. К памятнику в честь воинов-освободителей также понесли цветы. Дань памяти отдали представители исполнительной власти и депутатский корпус. Прозвучали слова благодарности и поздравления. В этот замечательный солнечный день хотелось бы искренне от души поздравить всех бабручан, всех гостей нашего города, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, за то, что мы имеем возможность жить в нашем любимом городе, за то, что мы имеем возможность видеть его таким же цветущим, ярким, красочным, нацеленным на развитие. В память тех, кто пал в боях, почтили минутой молчания. Этот праздник всех бабручан. Каждого, кто родился, кто приехал, кто живет в нашем городе, кто действительно любит его всей душой и сердцем. Открытие по станции скорой помощи – самый большой подарок городу. Новоселье отпраздновали с размахом. Сертификат на четыре кареты из рук градоначальника получила главврач. Лучшим медикам вручили почетные грамоты, благодарности и письма от Бобруйского госполкома, Могилевского областного совета депутатов и Министерства здравоохранения. Открытие подстанции скорой помощи еще больше улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи. Для тех пяти бригад, которые здесь будут располагаться, имеются замечательные условия для быта, потому что людям, кроме того, чтобы работать, необходимо где-то отдыхать между вызовами, принимать пищу, писать документы. Перерезали красную ленту, гостей пригласили на экскурсию. Двухэтажное здание в 104 квадратных метра расположилось на пересечении улиц Минска и 50 лет в ЛКСМ. Построено заводом КПД. Внутри пост диспетчеров, водителей, фельдшеров. Есть все условия для труда и отдыха. Здесь уже вовсю кипит работа. На смене трудится 20 специалистов. Всего в штате 60 человек. Пять бригад. В такое тяжелое время очень приятно, что системе здравоохранения уделяют очень много внимания. И этот дом, этот прекрасный дом, это подарок нашей станции скорой помощи. Очень огромные слова благодарности хочу выразить нашему исполнительному комитету, председателю исполнительного комитета за такой подарок. Такие хорошие условия, которые созданы, это очень большой плюс. Это очень приятно. И все работники этой подстанции очень рады. Они не могут выразить слова благодарности сейчас, но они все очень-очень рады. В конце в небо выпустили 200 красных и зеленых шаров. Мария Бушкевич, Анастасия Пахлёвского, Дмитрий Шевцов, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360. Только раз в году бобруйчане поздравили город с днем рождения. Видео с пожеланиями заполонили соцсети. Только на электронный адрес Бобруйск 360 пришло под сотню роликов. К праздничному марафону присоединились воспитанники и учителя школ, гимназий и колледжей. Работники предприятий. Среди них трудовые коллективы Белшины, Фондока, Таима, Агромаша, электросетей. Минифильм сняли и соцработники Ленинского района. Вокалисты Центра доп. образования «Росквит» записали клип. Прекрасеный молод, любимый наш город. Я горжусь, что он веселый. Здесь театр и кино. Здесь родились и вырастали. И Би-2, и Олехно. Для каждого из нас ты дорог. Мы вместе, не возьмет нас грусть. Радушно всех гостей встречаешь. Растешь ты, ширишься и процветаешь. Ездишь всегда, всех встречает Белшина. Тут работают люди, не жалея труда. Доброе, семье, бобрус! Всего понемногу. В городе подготовили обширную развлекательную программу. В парках организовали тематические детские площадки для молодежи. Уличный квест. На социалистической открылась ярмарка. Над площадью у Бобруйск-арены небо украсили воздушные змеи. Анастасия Пахлёстова увидела все и даже больше. Праздничные площадки целый день встречают бобруйчан. Своё 633-летие Бобруйск встретил с песнями, танцами и вкусными угощениями. Горожане не скрывают радости и с удовольствием поздравляют именинника. Поздравляю город с днём рождения, чтобы он был очень хороший. В нём было всё хорошо, никаких опасностей не было. Воспитанники и педагоги Центра доп. образования детей и молодёжи подготовили яркий музыкальный подарок и заставили прохожих задержаться и двигаться с артистами в одном ритме. Конечно же мы сегодня предлагаем это тематические детские площадки, где каждый ребёнок может попробовать себя в шахматах, шашках. Детский городок у нас есть, игры настольные, подвижные игры. Поздравляем всех, присоединяемся к поздравлениям всех горожан, всех бобруйчан, также ветеранов Великой Отечественной войны и город Бобруйск с днём рождения. Поздравляю наш город с праздником. Ему сегодня исполнилось 633 года. Он у нас самый лучший, хоть и маленький. Здесь у нас самые мирные жители. Мы всегда будем рады новым жителям. Я хочу, чтобы город жил дальше и продолжал строиться дальше. И чтобы не было никогда войны больше, и чтобы все вирусы шли. Город Бобруйск, мы любим тебя, гордимся тобой. Мы посвящаем свои песни тебе. Поздравляем Бобруйск с днём рождения. На этом сюрпризы не закончились. На площадке возле арены в небо взымули разноцветные драконы, птицы и бабочки. Здесь прошёл фестиваль воздушных змей. В программе сегодня укладка парашютной системы, мастер-классы, и танцевальные флэш-мобы, и запуски воздушных змеев, и конкурс рисунков. Можно поиграть в лазертак и насладиться приятным общением. Дорогой Бобруйск, искренне от души поздравляем тебя с твоим днём, с днём рождения. Желаем ему оставаться таким же классным, таким же молодёжным, таким же самым лучшим на свете городом. Мы любим Бобруйск! Бобруйск! Пусть люди съезжаются, чтобы посмотреть на наш родной красивый город. Всем всего благополучия, хорошей погоды, такой, как сегодня всегда, хорошего настроения. Парк культуры и отдыха развлекает посетителей весь день. Основная программа стартовала в пять вечера. Лучшие песни главным зрителям подарили творческие коллективы. Активности хватило и взрослым, и детям. Работали аттракционы, торговые палатки, интерактивные площадки. В парке разработали праздничную систему скидок. Акционные карусели помечают вот такими шариками. Их перевешивают каждые 63,3 минуты. Придётся побегать, чтобы сэкономить. Сегодня у нас двойной праздник. Сегодня два годика моему внуку. Он рос у меня здоровенький, счастливый. И нашему городу тоже процветание, спокойствие, здоровье, достатка. Хотелось бы, чтобы здесь все были счастливы и ходили по улице с улыбкой. С днём рождения, Бобруйск! В ресторан и кафе предложили особое меню с акцентом на город. В одних заведениях подают традиционные еврейские блюда. В других на первом месте белорусская кухня. Администраторы уверяют, спрос высокий. Повара едва справляются. Поскольку Бобруйск, скажем так, бывшая столица евреев, всё-таки нам показалось, что аромат этот должен присутствовать в нашей кухне. Поэтому мы подготовили два фирменных еврейских блюда. Это форшмак и шакшука, яичница с томатами. Не забыли про блюда белорусской кухни. Такие, как холодник, например, или вареники с картофелем. И приготовили, добавили в карту нашего меню напитков. Такой напиток, как сбитень. Это старинный восточнославянский напиток, состоящий из воды, мёда и пряности. Вкусный марафон продлится до 3 июля. Анастасия Пахлёстова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Хроника Великого освобождения. К 76-й годовщине Краевический музей подготовил уникальную фотовыставку. Обкатка танков и накладка артиллерии во время подготовки. Бои на подступах и в центре города. Плёнка запечатлила войска, которые проходили по Пушкино. Армия двигалась стремительно. Немцев разбили за шесть дней. Здесь можно увидеть фотографии судебного процесса, которые проходили уже после войны в 1946 году в Минске и осенью 1947 года в Бобруйске в окружном доме офицеров. Можно видеть вот тех, кто здесь действительно творил эти злодеяния и свидетелей, которые выступали здесь свидетелями, например, того, как с еврейскими жителями здесь поступали. Экспонаты взяты из фонда музея и Белгосархива. Выставка продлится до конца июля. Юридические консультации, зарядка последнего поколения и образование будущего. Президент анонсировал повышение зарплаты учителям. Как изменится вступительная кампания 2021 и когда очереди на общежитие канут в лету. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Перспективы системы образования обсудили на встрече президента с преподавательским активом страны. Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила, чтобы приемная комиссия видела не только результаты тестирования, но и человека. Также глава государства пообещал, что в течение следующей пятилетки будет закрыт вопрос с общежитиями. Каждый студент сможет рассчитывать на место. Нотариусы 2 июля проведут бесплатные консультации. Обратившись в течение рабочего дня, граждане смогут получить справку по вопросам, входящим в компетенцию специалиста. Также будет возможность связаться по телефону и через мессенджеры. В Витебске начнут выпускать электрозаправочные станции мощностью 150 кВт-часов. Сейчас на одном из предприятий изготавливают опытный образец, а уже осенью стартует приемочное испытание. Новые устройства позволят полностью зарядить электромобиль с аккумулятором в 40 кВт за 10-15 минут. Серийное производство запустят в конце года. В Минске тестируют оплату проезда метро с помощью системы распознавания лиц. Теометрический терминал установили на площади Ленина. В течение полугода Ноу-Хау оборудуют все станции столичной подземки. В стране выздоровели 45 213 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Зарегистрировано 61 790 случаев заболевания. Специалисты провели более 992 тысяч тестов. Эти данные приводит Минздрав. Тем временем Минобороны Китая передала белорусским военным медикам гуманитарную помощь для борьбы с пандемией. Вскоре в клинике доставят термометры, респираторы, медицинские очки и перчатки. Одноразовые защитные костюмы, бахилы и другие средства защиты. Нашим туристам пока не удастся отдохнуть в Тунисе. Перелеты планировали начать с воскресенья. Чартерную программу отложили на неделю. На Попово загорелась баня. Хозяева выбежали на участок и позвонили 112. Когда спасатели приехали на место ЧП, чердак заволокло дымом. Белая перена просачивалась сквозь крышу. Бойцы МЧС развернули рукава и прибили пламя водой. Огонь превратил деревянные перекрытия постройки в угли. Уничтожена обшивка стен и потолка. В результате пожара никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается. Спасатели напоминают, пользоваться печками с трещинами или иными дефектами запрещено. Чтобы не перекалить, также не стоит топить ее свыше двух часов подряд. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Столбик вниз. Предстоящая метеонеделя, уверяют синоптики, пройдет без оглядки на минувшую. На смену июньскому зною придет температурный разворот. Ночью в отдельных районах градусы опустятся до небывалых 10 с плюсом. Возможны ливни, шквалистые усиления ветра, сильные грозы. Надолго ли тренд расскажем прямо сейчас. Сухо, жарко, малооблачно. Последний понедельник июня прошел под знаком 29-градусного пекла. Дождливые выходные и небольшое снижение температурного фона леет мотив и предстоящих будней. Всему виной фронтальный раздел с Польши. Ненастье надвигается на страну в компании шквалистого ветра и сильных дождей. Уже во вторник в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух. Южный ветер сменит коварный западный. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Тем временем большая вода продолжает накрывать Украину. На страну, кажется, обрушились все стихии одновременно. Удушающая жара, мощные молнии, безудержные ливни. Румынию лихорадят наводнения. Из берегов вышла река Прут. Спасатели зафиксировали полуметровый уровень воды. Стихия стоила жизни трем человекам. Метеопрогнозы пока неутешительные. Завтра в Бобруйске переменная облачность. Возможен дождь днем 20-22, ночью 17-19. Вероятность грозы синоптики оценили в 75%. В среду и четверг, за исключением осадков, характер погоды существенно не изменится. Это все из событий. К этой минуте следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok